Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды, и с вами я, его ведущий, Олег Гурылов. Сегодняшний мой собеседник Данила Васильев, один из осужденных по делу о кукле Путина. Данила, здравствуйте! Здравствуйте, меня зовут Данила Васильев, и я уже приговоренный к одному уборному суду за акцию с Чучелом Путина. Вообще, как началось вот это дело? Кому пришла в голову идея сделать эту куклу-чучело, как-то обыграть вот это вот все? Все началось два года назад, в 2018 ноябре. У Саши появилась идея привлечь людей всей России к проблемам, в частности, к военным преступлениям президента Владимира Владимировича Путина. И было решено создать манекен с лицом в пыне. В пыне ВВ мы решили, что это будет образ всего преступного, самого режима. Путинизма, так скажем, да? Да, это уже, к сожалению, называется путинизм. Про саму акцию в самом начале я не знал. Так получилось, что, как я уже и говорил, в следствии и в саду я был в центре, и когда Саша нес этот манекен, потом я ему уже решил помочь, донести и привязать, за что я и получил год условно. То есть это в глазах власти является преступлением уголовным? Да, это является преступлением у нас. Дали честь вторую в группе... Как вообще статья называется, по которой вас судили? Да, статья называется 213-е хулиганство, честь вторая, то есть в группе по предварительному сговору. И когда уже была кукла привязана, нас задержали, также с нами был третий человек, это Александр Беткин, он стоял на камере. Его тоже судили два года, но в итоге я прошел... Случайно проходил и увидел, что привязывают, стал снимать и потом поделился с вами видео, я так понимаю, да? Да, с Эткиным мы вообще не были знакомы, уже познакомились после, его заинтересовала эта акция и он решил снять. Суд решил, что он тоже соучастник, но потом все-таки спустя столько времени решили оправдать. У меня к вам вопрос. Кого вы считаете все-таки виновным в том, что Александра Шабарчина посадили на два года, друзья? Два года колонии общего режима. Все-таки это именно идет от руководства нашей страны, от Владимира Путина, или это связано с какими-то местными людзовлюдами и халуями власти? Мы прекрасно знаем, что сам приказ был из Москвы, потому что как только нас задержали, нас опустили, потому что мы считали это за одиночный пикет. 3 января, уже несколько месяцев, завели уголовное дело. Опять же, вопрос, почему спустя столько времени. И все. Дело уже, по сути, с самого начала было сфабриковано. И виновникам их вообще на самом деле много. Это и Магдавия Гвардия Единая Россия. Ну, это ваше личное мнение, да? Или есть доказательство именно? Конечно. Есть доказательство, да? Доказательство в море, все в суду мы предъявили. Это и фотографии, что это участники МГР, и их личное признание в суде. Также был участник НОТ, народное освободительное движение, которое считает, что Россия – это колония США, и Путину нужно дать абсолютную власть всеми полномочиями. И сама Единая Россия, участники, которые также заявили, что были оскорблены этой акцией, кто-то не мог спать несколько дней, работать. Даже так? На всем абсурде, да, держалось это дело. Ну и, конечно, главные участники самого этого судилища преступного – это, конечно, не просто МГР с НОДом, которыми, по сути, управляли как пешками. В море нет суд. Да. А в первую очередь это и прокурор, и сам судья в Сыровом. Прокурор Трегубов. Прокурор Ленинского района города Пень. Именно прокуроры, которые участвовали в суде с нами, сидели каждый день – это Попова и еще фамилию, сейчас уже не вспомню, забыла, две женщины. И они, конечно… То есть они, так скажем, тоже выполняли чьи-то приказы, да? Выполняли, да. В принципе, бездействовали, когда узнавали, что в обвинительной стороне люди, которые заинтересованы в том, чтобы Саша сидел. По сути, это просто был политический приказ. Да, и заказ тоже. У меня такое же мнение, как, я думаю, у всей здравомыслящей части России. Так, хорошо. Второй вопрос. Как вы считаете, ваше личное мнение, почему все-таки посадили Сашу? За куклу Путина или за то, что он является автором канала, на котором уже сейчас, друзья, около 103 тысяч подписчиков? Прейс Гроза! Посадили его по многим причинам. Это был и пермский активизм, и то, что он свободно, недавнего времени мог выражаться в своих мыслях. Он призывал всегда к мирным протестам, потому что верил, что действительным путем сложно что-то поменять. И вот спустя несколько лет своей деятельности, это около двух лет, все-таки его закрыли власти, просто неудобно такие люди, как Саша. А таких людей, как Саша, очень много в России. У вас есть псевдоним Ремарк. Почему именно Ремарк? Это в честь писателя Эриха Марии Ремарк? Абсолютно верно. У меня в контакте имя это Вальтер Ремарк. Когда-то очень давно я понял, что в России набирают обороты и репрессии. Когда я только поступал в колледж и понял, что мне не помешает псевдоним. Вальтер – это создатель оружия. Понятно. И Ремарк – писатель. И вот решил все объединить, чтобы с теорией была и практика. Я дам вам параделл. Так, еще такой интересный вопрос. Кто освещал события вот этого деле о кухне Путина, кроме российских СМИ? Освещало очень много людей. С самого начала, два года назад, когда только акция была проведена, об этом писали абсолютно все верновские СМИ. Кроме СМИ, в котором сразу положили запрет на это дело. И освещать они его, хоть и могли, но страх все-таки оказался первичнее. Все послушки пермские об этом кричали. И говорили люди просто, которые даже были мне незнакомы. Всегда, когда садился в такси, каждый таксист узнал об этом деле. И это уже о многом говорит. Когда дело закончилось, недавно был озвучен приговор про это дело, написал СМИ во многих европейских странах. Написал The New York Times. Ну и опять же, пермские... В Румынии, да? Румынские СМИ, украинские СМИ, в Белоруссии об этом, конечно, знали. По всей России люди прекрасно осведомленные работы. А по зомбо-ящику, так называемому, что-то было? Ясно. Я от себя хочу добавить, что я вчера вот зашел на стрим тоже к одному из блогеров. Ну, начинающий блогер, даже его мать, которая участвовала в стриме, знает вот об этом деле. Напомню, что они проживают в Питере. Понимаете, друзья? Даже в Питере знают об этом деле. Как говорится, слухами вся страна живет. Так, ладно, следующий вопрос. Данила, как вы относитесь к событиям, которые происходят сейчас в Хабаровске? Хабаровск – это очень такая тема для нас. С первого дня, когда в Хабаровске все началось, это стало что-то чем-то личным для нас, пермяков, для активной части. Как мы знаем, многие люди просто боятся выйти, но даже в Перми этот город достаточно пассивен к политике. Нашлись люди, которые провели марш, и я там участвовал. К сожалению, получил штраф 15 тысяч, и также скоро у меня еще суд за то, что я был без масок. Мы подержали... Меня, кстати, тоже поймали потом в итоге. Вначале не могли поймать, потом поймали. Протокол, друзья, хочу сказать вам, что так и не составлен был. Меня просто вытолкали из отделения полиции, разорвали мне руку двое полицейских, один из которых пристался Иваном. Они все время были в масках. Вот так, друзья. Да, как я уже сказал, в Хабаровске мы подержали с первых дней, был проведен марш, и уже как месяц каждый день в Перми, в центре города, собираются единочные пакеты. Люди неравнодушно приходят... С кормления голубей, так называемые. С кормления голубей, да. Но даже из-за этого были задержания, к сожалению. Задерживают просто по беспределу. Так, еще вопрос такой. Ну, как мы можем уже убедиться, сами по себе вот эти вот митинги, протесты, шествия, они ни к чему не ведут. Согласны? То есть, должно быть какое-то продолжение, либо забастовка уже, либо должна быть какая-то цепная реакция. То есть, многие люди тоже видели, вот, допустим, сейчас в Куштау, в Башкортостане, гора Шихан есть, которую власти пытались уничтожить, судовая компания. И то есть, люди встали на защиту вот этой горы. То есть, многие даже люди, не связанные с экологическим активизмом, встали на защиту этой горы. И власти, друзья, отступили. Временно пока, временно. Хочу напомнить вам, да. Скорее всего, они возвратятся к этому вопросу, но на данный момент они отступили. То есть, я делаю вывод, что власть боится цепной реакции по всей России. Как вы считаете? Это абсолютно верно. Сам режим, он держится на страхе. Мы можем вспомнить и... На штыках и дубинках. На штыках и дубинках, и актозак. Вспомним тот же Шиес, где люди отстояли свое право. Достаточно долго они боролись. Но все же не мирные митинги им помогли, а то, что они приехали на место, и силой защищали. Это место от мусорного полигона. На каждую силу найдется своя сила. Да. Если называть мирные митинги, которые у нас в России длятся уже очень долго, то это, скорее всего, защитная реакция. Но, как мы поняли, власть принимает только... Силу. Только силу. Это печально, на самом деле. Да. Это повод задуматься. Но вообще митинги, я считаю, они, конечно, бесполезны. Проделить внимание многих людей. Тот же Хабаровск, которые уже последние месяцы показывают, что огромные митинги можно собирать, и что у власти просто не осталось нашего доверия. Все это, я думаю, поможет нам. Ну, то есть, от себя хочу добавить еще. В свое время Борис Немцов говорил о том, что мирный митинг – это наша плата, наше время за то, чтобы не пролилась кровь в России. Терпение вот тут хлопнет. Я не думаю, что всем людям нравится. Уже столько лет в загонах, в масках сейчас, в перчатках. То есть, это, по сути, издевательство. Это полное издевательство, конечно. Просить у власти, чтобы провести митинг против самой же этой власти, друзья, это смешно. Согласен. Так, как вы относитесь к событиям, которые сейчас происходят в Беларуси? Все-таки избрали Лукашенко, не избрали? То есть, это вот, все-таки, как сказать, народ имеет право на выбор своего лидера страны? Или вот он должен жить под властью вот этих тиранов? Главный вечный вопрос – право имеют, да? Или твари дрожащие? Как вы поняли, белорусы право имеют все-таки. Конечно, сразу выскажу, что опросились ко всем белорусам. Ребят, вам просто бесконечное уважение. Я уверен, что дети с будущим вам просто выскажут уважение и спасибо за то, что живут в свободной стране. Ну, а вы своего добьетесь. Как и России, я думаю. Ну да, я считаю, что вот эти события в Беларуси это, так сказать, предыстория к событиям, которые развернутся в России рано или поздно. Весь СНГ пойдет по этому пути, как и украинцы добили своей свободы. Грузия в свое время. Грузия, да. Армения. 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 Ну и дальше. Сценарий повторяется. Это все рано или поздно, и только людям нужно выбрать сторону, и также силовикам, кого они будут защищать, народ? Все-таки народ или власть? Я думаю, наши силовики, когда поймут, что Путина никто не поддерживал, что таких, как Хабаровск, будет каждый город в России, я думаю, они сделают правильный выбор. Протест будет увеличен. Бежать им уже некуда. Да. Ну в принципе я согласен с Данилой. Хочу напомнить вам, друзья, что многие беркутовцы, которые участвовали в событиях на Украине, сейчас служат в российском ОМОНе и в полиции. То есть сейчас есть информация, что уже белорусы готовятся в случае чего эмигрировать в Россию. А потом, ребята, вы куда хотите эмигрировать, если в России начнутся? Очень интересно. Очень интересно. Вопрос оставлю открытым. Да. Узнать мнение российских силовиков. Силовиков. Да. Напишите, пожалуйста, если кто-то из силовиков смотрит, куда вы хотите бежать? В Антарктиду? Так, следующий вопрос. Как вы относитесь к тому, что Алексей Навальный сейчас находится в какой-то грязной, обшарпанной больнице? То есть есть информация, что его отравили? Ну я лично считаю, что его отравили безусловно. Да. То есть как вы к этому вообще относитесь? То, что власти не пускают его, не дают его близким, Юлии Навальной забрать его на лечение в Германию? Как вы это прокомментируете? На самом деле этот вопрос, он вроде как уже сдвинулся с этой точки. Я слышал, что там уже готовы его перевезти. Но сам факт того, что столько времени понадобилось на это. И сначала запрещали даже ему видеться семьей. Ну, есть информация, что в крови Алексея Навального страшнейший яд. То есть даже врачи ходили в ОЗК для того, чтобы не заразиться. И как раз они не отпускают его в Германию для того, чтобы не могли германские врачи или немецкие могли обнаружить вот этот яд. Да. Ну, что там врачи говорили, что у него нарушен обмен веществ. Это просто смешно, это издевательство. Мне только надо Алексеем Навальным, его семьей. Я бы таким врачам даже свою скотину не доверил лично. Как так-то ведь давали клятву Гиппократа. Неужели вот это слово намного ниже, чем приказы силовиков? Не думаю. Кстати, хочу, друзья, вам напомнить, что лечащий врач Алексея Навального состоит в Единой России и является представителем администрации. Алексею остается только пожелать скорейшего поздравления. Мы в Перми все тоже следим за этой ситуацией. У нас еще со вчерашнего дня люди выходят в защиту Алексея. Как и по всей России, в принципе. Тема для выхода на улицу уже более чем достаточно. И Хабаровск, и Беларусь, и Навальный. И Саша. Я хочу, чтобы люди уже проснулись и еще интересный вопрос, Данила. Все-таки вот это отравление Навального, оно связано именно с отличением от событий в Беларуси, в Хабаровске, или это еще и удар по предстоящим выборам. То есть Алексей Навальный является серьезной политической фигурой, которая может влиять на эти выборы. Как вы считаете? Повестку... Или это все комплексно влияет? Ну, повестку и вправду быстро меняет очень. Власть пытается с одной темы на другую прыгать, чтобы люди забыли про прошлые какие-то инциденты. Строить догадки какие-то сейчас я не очень хочу на самом деле, потому что время покажет. Ну, как я уже сказал Алексею, скорее всего, поздравление. И если это было отравление, то, конечно, оно рассчитано на еще больший страх. Мы-то с вами не боимся. Мы не боимся, да. Выпьем чай. Спасибо за здоровье Алексея. Ну и последний вопрос. Хотелось бы подытожить вот это видео, как сказать, подвести итоги, сделать выводы. Данила, как вообще можно помочь сейчас Александру Шабарчину? То есть он сейчас находится в СИЗО номер один города Пень. Хотелось бы сразу сказать, что первые дни в СИЗО, они обычно самые страшные, приходят с самого понимания, что ты сидишь за кусок пластмассы и будешь сидеть еще во-два неизвестного. И ты сидишь, по сути, с людьми, которые совершили преступления намного страшнее. То есть получается узник совести? Узник совести, конечно, политик ученый. И Саша ждет ваших писем, ждет любой поддержки, чтобы понимать, что он со своей бедой не один. Все подробности есть в нашем телеграм-канале, который я уже веду год, и я освещаю все события, связанные с этим делом. Ссылочку, друзья, выложу в описании этого ролика и в комментариях закреплю. Номер карты также для помощи Александру Шабарчину тоже выложу. Пожалуйста, смотрите. Так же мы будем добиваться скорейшего его освобождения. Сдаваться мы не собираемся ни в коем случае. То есть какие-то акции предусмотрены? Да, уже выходят в одиночный пикет, люди собираются, люди слышат. Мы прекрасно знаем, что об этой ситуации знает вся Россия. Мы не одни в этой виде. Это я точно знаю. Друзья, запомните пропаганда и наши равнодушия убивают. Но мы не одни. До свидания. С вами был Олег Бурылов и Данила Васильев. Спасибо, что позвонили.